Спрашивайте что-нибудь, спрашивайте. А я выпью. Купила в автомате у нас. Я пью, я пью вот эту вот штуку. Ем суши. Мне не поверили сегодня. Всем привет, привет. Не поверили, когда я написала про Тануки пост, что я ем суши, роллы, ем. Ем часто. Ты шикарная детка. Сейчас особенно в таком гриме. Не пострадала, нет, не пострадала. Ну, короче, был спектакль «Ревизора», спектакль «Пластический». И у нас есть такая сцена с партнером вдвоем. Он раскручивает меня достаточно сильно на стуле. Я на стуле стою на коленях. А стул на колесиках. И одно колесо на какую-то неровность на сцене попало. И, в общем, а инерция была сильная, и меня прям отбросило. Ну, серьезно я ногой, косточкой заданулась по стулу. Нормально, лёдик приложила. Жить буду. Ага, о чём вам рассказать? Я не знаю. Прямые эфиры не заходила, я не знаю, мне кажется, год-полтора. Чё вообще рассказывают тут обычно? У меня не очень красивая примёрка. Ремонт обещанный. В комедий-клаб Олегом Евгеньевичем. Так и не сделан. На самом деле, не в нём затык. У нас вообще капитальный ремонт нашему театру нужен. Мы стоим в очереди. Поэтому, возможно, мы как-нибудь в следующем, или через сезон, переедем из этого здания. Вот. Поэтому в гримёрках пока не делают ремонт. Не покажу вам гримёрку, короче, потому что она не очень. Вот. И я сейчас тоже после спектакля не очень. В Питере приезжай. Буду в Питере скоро. На премьере текста 19 октября. Да. О, уго, посветка. О-о-о-о. Чё тут раньше. Так, телефон не ставил. О, такая кожа ровненькая. Вы спрашиваете, откуда у меня кожа такая хорошая? Фильтр, фильтр. Так, Питер. Я буду в Питере 19 октября. На премьере фильма «Текст». Как туда попасть, не знаю. Наверное, какие-то будут билеты разыгрываться. В Казани ещё будут на премьере текста. В Нижнем Новгороде. Ну и, соответственно, в Москве. Кристинка, ты супер. И ты супер. Так, не могу, не могу. Ракурс. Глаза у тебя красивые. Спасибо. Это моя виза... Ой, у меня туша чуть-чуть потекла. Это спектакль виноват. Приезжайте со спектаклем в Нью-Йорк. Ой, мы бы с удовольствием. Мы что-то всё по матушке России только ездим. Не знаю. Либо не зовут, либо... Мы что-то не очень заморачиваемся. Когда вы в Питере, набирай. Хорошо. Беларусь. Привет, 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 привет. Ну что бы вам рассказать такого, чтобы не скучненько было. Чтобы не зря вы тут собрались. Простите, попью я вот эту вот историю. Если будет громко, говорите. Я сама мизофоник, я не люблю все эти звуки, они неприятные, поэтому... Короче. Я в театре для вновь присоединившихся. В Нижнем что о Новгороде? Когда? Не расслышал. В Нижнем Новгороде мы будем два раза. Сейчас посмотрю. У меня два телефона. Нет, даже три. Сейчас. В Нижнем Новгороде я буду два раза. С премьеры фирмы «Текст» и в следующем месяце на гастролях с Гамлетом. Так. Март. Блин. Короче, в другом телефоне у меня информация. Вот здесь. А я боюсь, если я посмотрю, отключусь. Казань, привет. Скоро буду у вас. Из Уфы привет. И в Уфе скоро буду. У нас спектакль «Гамлет», по-моему, 28-го у вас. Я с ней ошибаюсь. Могу шумиться. Вы грозно не собираетесь? Удовольствием. Пока что-то прецедента не было. Ни разу не была. Очень бы хотела. Как спектакль, называя «Ема», который сегодня был, наверное, «Ревизор». Ревизор. Это пластический спектакль. Без слов поставил выдающийся режиссер Сергей Землянский. Обязательно приходите на него. Будете в Москве или если кто в Москве. Спектакль очень крутой. Не обещаю, что на следующем спектакле я упаду. Так же красиво, как упал сегодня. Но будет круто. Ура, ждем в Казани. В Казани. Мы были очень много раз. Очень люблю Казань. Да ладно, красивая эра. Смотрите фильмы. Смотрите фильмы со своим участием, критично к себе относитесь. Фильмы со своим участием в основном смотрю, чтобы как-то работа над ошибками какой-то проделать, внутреннюю и невнутреннюю. Критично отношусь к себе ужасно. Ужасно. Наверное, по этому поводу напишу пост. Я очень критично к себе отношусь во всем. Не люблю себя огромное количество комплексов. Борюсь с этим. Считаю себя постоянно толстой. Парюсь из-за носа, из-за ушей, из-за кожи, из-за бровей, из-за волос. Ну, короче, из-за всего. Ну, мне кажется, так у многих. Возможно, как-нибудь дам откровенное интервью на тему, почему это все, откуда у меня с детства это все пошло. Короче, да. Не просто у меня с собой живется. Я все время с собой недовольна. Вообще всем, 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 всем. Поэтому, да, критично к себе отношусь. К работе особенно тоже. Добро пожаловать в Юргал. Ладно. Передайте привет Калининграду. Ой, возможно, буду вас снимать за весной. Возможно, потому что, слушайте, пока ты своими в кинотеатре не увидел, рассчитывать на что-то... Ну, можно, конечно. Но я уже столько раз что-то слетала у меня. Вот сейчас я писала летом, что у меня будет три проекта в сентябре, и должно было так быть. Но вот все что-то по разным причинам, все поменялось, в общем. Поэтому надеюсь, что буду сниматься в Калининграде весной. Не знаю. Если буду, будет круто. Я ни разу не была в Калининграде. Очень хочу там побывать. Везумно нравится, как вы выглядите. Извините, почему я это прочла. Спасибо. И Ангельс, привет. Привет. А чего вы смеетесь? Чего вы там смеетесь, Егор? Егор? Колов, вы чего смеетесь? Привет. И глаза светятся. Где Гарик? Гарик на съемках. Он сейчас снимается в двух проектах очень больших. Съемки у него до весны следующей. Поэтому он очень занят, очень занят. То, что с ним нет фотографий, у меня в ленте. Я уже писала о том, что Гарик в принципе не любит фотографироваться. И мы сейчас мало пересекаемся с ним. Поэтому все эти слухи по поводу разлада в отношениях, бред. Пресса периодически меня тут беременна делает, разводит нас. Мне кажется, они надеются, что когда-нибудь они попадут просто. Но ни разу пока, к счастью, не попали. А-а-а. А, что А? Что А? Привет, привет. Когда в Пермь реальные пацаны хотят увидеть тебя вживую. Ну ладно. Не знаю, пока планов нет. Брови где сделали? В смысле где сделали? Я рисую тенями брови. Вот такие тени. Вот. Это брови для... Это тени для бровей. Извините, они не очень... Ну, короче, я им часто пользуюсь в темном цвет. Вот, Шанель. Там одна палетка такая в магазине. Вот. И обычная кисточка для бровей. Вы с Гариком что спорите? Спорите, спорите, кто круче и популярнее? А надо? Нет. Ну, он круче и популярнее. Поэтому что спорит? Как дочка? Дочка отлично ходит... Пошла с 1 октября в подготовительный класс. Подготовительный класс. В школу. В общем, в школу пошла в подготовительный класс. Когда она в первый класс пойдет, не знаю, в следующем году. Наверное, скорее, когда ей будет 7 с половиной. У нее день рождения 5 января. Поэтому, наверное, не в следующем, а через год. Германия, привет. У меня очень много там родственников. Фамилия Асмус немецкая. Мамина фамилия. И там ее живут братья. Со своими семьями. Вот. Он смотрит эфир. Он? Он? Гарик? Не знаю. Я надеюсь, что нас яблоко не отвлекается. Занимается делом. Так. Куда? Извините. Извините. Ой. Комментировать? А что? А там можно что-то комментировать? А кто брать теперь? О. А что это такое? Вопросы. Смайлики 20. Во. Это что это такое? О! Фильтр можно было положить? Реально! Смотри, сейчас я еще красивее стану. Во. Нет, это какая-то не очень. Вот. Вот я обычно такой фильтр использую со звездочками. Такой фиолетовой. Все, оставим. Так. А как теперь это убрать? Блин. О! О! О-хо-хо-хо-хо-хо! А как? Как смотреть? Блин. Ставра, блин. Не знаю. Не говорят. Алло! Нас вообще замечают? Замечают. Какой у вас рост и вес? Сейчас вес какой, не знаю. Я с ней роллов очень много поела. И вообще в последнее время много ем. Но скоро промо-текст начнется активное. Я буду сидеть на жесткой диете. Поэтому не знаю, сколько сейчас вешу. Обычно мы вес 45, в идеальном состоянии. Бывает 47. Рост 164, надеюсь. Блин. А раньше как-то комментарии сами появлялись. А сейчас надо их листать. Короче, к тем, кто позже присоединился. Я в театре, в гримерке. Вот такая вот у нас. Извините, там, наверное, бардак. Может, где-нибудь белье валяется или еще что-нибудь. Простите. Ну, гримерка. Что с ним? Я в театре Ермоловой работаю в Трампе. Сегодня был сфотоклевизор, поэтому я в таком гриме. Чуть-чуть душ потекла. Не знаю, видно ли за фильтр или нет. Что там люди постоянно смеются? Где дочка? Дома. Сейчас поеду к ней. Приедете в Эстонию. Была у вас уже в прошлом... А, прошлом. Да, году. Извините. На гастролях. Да и не только с гастролями была. С удовольствием приеду еще. О, Козерок. Да, дочка. Игорь или Гарик. Что вы имеете в виду? Кто Каринку назвал? Что Каринку? Карина – это моя сестра. А что кто назвал? Не понимаю вопрос, извините. А вам видно, что я листаю эти комментарии, интересно? Или нет? Когда спать? Да время только девять. Попозже. У меня завтра такой лайтовый день. Рано не вставать. А, ну дочку в школу собрать. А потом могу пропать. Поэтому могу с вами еще поболтать немножко. Здравствуйте. Привет, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. О, Димасик. Привет, привет. Привет. Вы с Гариком разошлись. Нет. Все хорошо. Не слушайте СМИ. Есть кошка. Нет, у нас две собаки. Я собачник. Вот. Я собачник. Да, хочу третью собаку. Кошек нет. Орленбург. Привет. Привет из Москвы. Привет вам тоже. Догоняешь Харламова. Вы про что? Это ваш цвет волос? Да, цвет волос мой. Никогда в жизни не красилась. Простите. Ваше здоровье. У меня там еще чипсы лежат. Сейчас договорю с вами, поем. Просто мало что нормально у нас бы есть в автомате. Буфет у нас в театре нету. Есть только для зрителей буфет. Вот. Поэтому вот взяла, как ты относишься к наркотикам. Прочитала я сообщение. Как? Отрицательно. Абсолютно негативно к этому отношусь. Никогда в жизни ничего не пробовала. Совершенно правда. Не потому что так надо сказать, а потому что, ну да, вот так. Отрицательно отношусь, естественно. Как к ним еще можно относиться? Приднестровье. Привет. Филадельфия или Калифорниролла? Филадельфия. Потому что там есть мягкий сыр. Я его люблю. Зеленодольск. Привет. Губы у тебя мощные. Да. Ну, в общем, это помад. Если я сутро, они будут такие тоненькие, такие. Ну, такие, не знаю. Я обычно их подкра... Татуаж не делаю. Рисую их карандашом. Кстати, многие спрашивают, что за карандаш. Сейчас я его вытру, чтобы его можно было вам показывать. И покажу. Простите. Открылся. Сейчас. Городи, я пользуюсь карандашом Inglot. Толи, да, Мак засрял там, простите. Номер 16. Вот такой сейчас там салфеточка. Вот таким карандашом для губы я пользуюсь. И еще... И еще вторым... Еще вторым каким-то. Где-то тоже валяется. Напишу потом. Расскажу про любимые парфюмы. Слушайте, я их поменяю постоянно. Вот не могу найти свой, но... Два в жизни я держала дольше всех. Обычно я начинаю и бросаю. Какой-то ванильный прикольный был. Не помню марку. А сейчас я пользуюсь Бакара. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Где-то крышечка была. Вот он. Вот я им сейчас пользуюсь. Вообще на себе им они ощущаю. Говорят, это хорошо. Все мне... Такой самый комплементарный был, наверное, в моей жизни. Вот этот парфюм. Значит, подходит. Но уже хочу что-нибудь новинку. Если есть что-нибудь классное, пишите. Пишите. Так, малышка. Маленькая женщина. Сознанная для любви. Удачи тебе. И тебе. Так. Как там, Гарри? Хорошо. На съемках. Отличная прическа. Спасибо. В каком сзади тренируетесь? Не скажу. Бобруйск. Привет. Ты спишь когда-нибудь? Ну, вообще, да. Да. Сплю. Так, так, так. Там юморок. Юморок. Пошел. Что у вас с волосами? После спектакля. Да, я в гримёрке. После спектакля «Ревизор». Он только закончился. Я для тех, кто не слышал. Хотела, короче, записать сторис про то, как я упала сегодня на спектакли. Что-то не пошел сторис у меня. Какой-то он был. И я нажала прямой эфир. Я в прямом эфире. Да, в прямом эфире не была куча времени. Решила попробовать эфир прямой в этом году. Донецк. Привет. Ой, бесконечные вопросы про развод с Гариком. Это неправда. Это всё в СМИ. Господи, меня знаете, что больше всего бесит, когда тебя делают очередной раз беременной, про развод, расставание пишут. А потом, когда эта волна стихает, все пишут. Ага, пиарились. Мы пиарились. Нет, спасибо. Нам такой пиар не нужен. Играешь ли в безликих? Безликий – это шоу, которое было в Питере. Приквел «Вернувшихся». Его закрыли. Закрыли в августе. Нет, не играю там. В Питере. В Мерсеношо не играю. Играю в Москве. Вернувшихся. Буду играть послезавтра пятого и одиннадцатого. В Финляндии с вами. Привет. Так. Что там люди змеют? Я не понимаю. Астана. Привет. В каком вы живете районе? Мы живем за городом. Мы живем в доме. Вот. Но сейчас у нас доделывается ремонт. Поэтому живем в съемном. Вот. Скоро переедем, надеюсь, в свой. Где хор Лашка? Хор Лашка на съемках. Он сейчас, он столько снимается. Я уже даже не знаю, в каком он сегодня проекте снимается. Но сейчас у него идут съемки Кусара. И я не знаю, можно ли это говорить или нет. Ну, вроде, да, и последний мгатырь. Два и три. Вот. А ваше здоровье? Пью я это? Да, да. Пью. Пью. Вот это пью. Не часто, но грешу. Так. Привет, Бишкек. Вам идет красная помада. Она вообще розовая. Ну, спасибо. Одесса. Привет. Привет, привет. Ты когда-нибудь курила? Никогда сигареты не курила и не умею этого делать. Я не умею курить в затяг. Несколько раз я пыталась в компаниях выпендриться. У нас, мы были сейчас в Ялте. Фильм «Текст» был фильмом открытия Ялтинского кинофестиваля. И мы, в общем, после фильма. Мне очень понравилось. Я обревелась там. Мы вышли все. И наши мужики стали курить. После просмотра я тоже попросила сигаретку. Пантанута захотелось. Но курила немножко в сторону, чтобы мне было заметно, что я как ребенок вообще-то делаю. Я не умею курить. Я курю кальян. Иногда. Редко. Редко, 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 но курю. Да. А сигареты я никогда в жизни не курила. И Айкос. Если могу у кого-нибудь взять, я говорю, для виду. Просто поддержать разговорчик. Вот. Но не умею курить. И я сразу кашлять начинаю. Вот. Вы любите тусовки? Ой. Не знаю. Смотри, какие. Ну, иногда можно тусануть. Но вообще, блин, так встаешь, устаешь на съемках в театре. В свои какие-то выходные в свободное время хочется побывать семьей дома. Вот. Иванова, привет. А то вообще, привет, передай, пожалуйста, привет, Иванова, а то вообще никогда не буду выходить в прямой эфир. Выходите, пожалуйста, пожалуйста. Мы будем грустить без ваших прямых эфиров. Так, почему ты так себя обесцениваешь? У тебя так много успехов. Это, правда, большой молодец. Это вот про то, что я раньше сказала. Слушайте, для меня это сложная, больная тема про то, как я себя чувствую, что я о себе думаю. Для многих моих окружающих, с кем я работаю, с кем я знакома, могу показаться... Ну, не могу показаться, наверное, я сильная и выливая хребет у меня остальной, но... У меня огромное количество... Ну, короче, я израненный человек, болезненный, и... Не то, чтобы я себя не люблю, но есть огромное количество вещей, в чем я недовольна, чем я недовольна, и... Не борюсь я с этим, потому что я не знаю, возможно ли бороться. Наверное, надо с психологом заниматься, но... Я этого не делаю. Английский никак не могу нормально выучить, поэтому я недопсихолог. Вот. Дело не в успехах, дело в детстве. Просто что, заложили родители, как у нас были, складывались с ними отношения, так оно и пошло. И всю жизнь контролируешь, что ты не контролируешь, оно как-то само из тебя лезет, все твои комплексы, все твои болячки. Вот. А мне кажется, я... Митя, привет! К нам присоединился. Не знаю, давно ли это он был. Может, из-за того, что скучный прямой эфир, он уже вышел. В общем, у нас здесь в прямом эфире... Эфире... Дима Глуховский. Это просто выдающийся писатель. Мне кажется, совершенно объективно я так сейчас его характеризую. Я большой твой фанат, Митя. Срочно читайте текст «Метро», все читайте Митина. Он просто супер... Суперкрутой мировой автор. По его роману «Текст». Мы сняли фильм «Текст», который выйдет в кинотеатрах 24 октября. Короче, что еще вам рассказать? Крым, привет! Недавно я у вас была. Запорожье. Так. Ты на камне часто бываешь? Бываю. Не каждой съемки бываю. Скоро пойду. 20 какого-то числа. Пиарить текст. Расскажи еще раз, я пропустила что-то. Упала на сцене. Да, я упала на сцене. Блин, я не знаю, это старое сообщение или нет. Я упала на сцене, да, сегодня. Во время спектакля... Текст, господи. Во время спектакля «Ревизор». Я была на стуле, партнер меня катал на стуле, я стояла на коленях. И, в общем, колесико от стула за что-то на сцене там зацепилось. Какой-то бугорок. И меня полетела, разодрала ногу. Нормас. Жить буду. В Мурманске не будете выступать, пока таких планов нет. Мы с удовольствием. Очень часто спрашивают у нас про разные города. Когда приедет к нам, когда к нам. Ну вот, нас игнорируете. Слушайте, я бы с удовольствием не вылезала бы из поездок. Но не от нас это зависит. Куда нас посылают, туда мы и идем. Я заказала роллы, Гристина. Таджикистан, привет. Привет. Ульяновск. Правда, что Гарри Карламов похудел? Он так много работает. Я тогда бы его не видела, что не знаю. Да не знаю. Не знаю. Вроде нет. Скажи про Астрахань. Астрахань, привет. Казахстан. Так. Может, мне прям подальше, подальше перевернуть? Ого-го-го-го-го. А вы видите, вот, интересно то, что я делаю? Казань, привет. Жидатель гастроли в Кирове пока. Такой информации нет. Будут гастроли в Уфе, в Нижнем Новгороде, в Ярославле и в Сочи. В Сочи в марте. Уже второй год подряд в марте мы едем в Сочи с Гамлетом. Какие жизненные советы вы закладываете своей дочери? Ой, по ситуации зависит. По ситуации. Дружить я стараюсь со своим ребенком. Того, чего у меня не было со своей мамой, нет. И я стараюсь компенсировать в своей жизни и в отношении со своим ребенком. Вот. Аккуратно берегите себя. Спасибо, вы тоже. Можно ли начать карьеру актрисы в 35? Да все, наверное, можно. Оно вам надо. В тексте много текста. Достаточно. Как написать так, чтобы ответ получил народ? Чего? Я, наверное, после спецакля туго соображаю. Вы про что? Влияет ли профессия на жизнь? Как? Чего-чего-чего-чего-чего-чего? Извините. Сейчас бегут отсюда. А, нет, не видим. Все, поняла. А, то есть я что, я тут листаю? Секретненько. Чуваш, привет. Самара, привет. Запорожье. Как настроение, Кристина? Отличное. Так, прикольно. В прямом эфире. Вожонеж. Едем в Сочи в марте. И мы. Так. Передайте Музыкиной из Гомеля. Привет. Привет. Анекдот, любимый, расскажи, пожалуйста. Я их не запоминаю. И вообще анекдоты я уже... Слово анекдот не слышала уже. Простите, я плюсь чуть-чуть. Не слышала уже, я не знаю, очень давно это слово. Ой, приветики, приветики. Сызрын, привет. Привет, привет. Ирочка Семенова, привет. Питер. Скоро буду у вас. Уфа тоже скоро буду. Гомель. А Харламов и дома юморист. Харламов, дома муж. Работа есть работа, семья есть семья. В Орск, когда приедете со спектаклем. Были у вас примерно год назад, пока ничего не говорят больше про Орск. А-а-а-а-а-а-а, Киев, привет. Привет. Выходите в эфиры чаще, вы очень прикольные. Спасибо. Луганск, привет. Про любимые духи говорила. Не знаю, нет таких. Просто сейчас дольше, чем обычно, пользуюсь Бакара. Вот, где-то крышечку я посеяла. Я в гримерке, я обычно собираюсь на спектакль вот так вот. Ну и дома я так собираюсь. Все разбрасываю, все это. Прихожу потом домой и разбираю это вечером. Вот. Можно еще колы глотну, пожалуйста. Архангельс, привет. Я ухожу, ты меня не читаешь. Прошла. Оставайся. Что за цвет глаза? Цвет глаза, сергубы. Крым, Крым, Крым. В Брест приезжаете? Ой, приедем. Я была на вашем спектакле очень. Сегодня? Сегодня? Мне кажется, прикольно прошло. Я обожаю ревизор. Обожаю просто. Приходите. Не помню, когда следующий. Приходите. Можно посмотреть на сайте театра Ермолы, когда следующий. Ревизор. Суперспектакль. Ни одного даже равнодушного отзыва я не слышала, негативных тем более. Классный спектакль. Пластический. Как вы относитесь к актеру А. Петрову? Саша мой друг. Уже очень много лет. Мы играем вместе в одном театре в труппе. Мы вот сейчас снялись вместе в фильме «Текст». К актеру он супер профи. Он фанатично относится к профессии. Я так же отношусь. И мы в этом плане совпадаем. Он неравнодушный человек. Он неравнодушный человек в жизни. Он неравнодушный к профессии. В вечном поиске находится. С ним кайфово работает. Он отдается любимому делу на все 100%. И заслуживает всего того, что есть сейчас в его жизни. Вот. Сашка молодец. Он крут. Правда. Тогда дня рождения у вас. В Википедии или где-то там на просторах интернета написано две даты. 11 апреля и 14. Я не знаю, откуда взялась дата 11 апреля. Правда, не знаю. Часто меня 11 апреля некоторые люди поздравляют. Я родилась 14 апреля. В 88-го года. Иногда спрашивают у меня. Хочу алкашку купить. Спрашивают паспорт у меня. И все удивляются. Так. Марсиане передают привет. Ну ладно. Так, смайлики-смайлики пошли. Смайлики-смайлики. Сколько вы вместе с Батрудиновым? Вместе что? Дружим? Столько, сколько с мужем. Гуф тоже вышел в прямой. Можете послушать Гуфа? Извините, нога затекла. Ой. Когда в Уфу скоро, в конце месяца, у нас было гастроли там с Гамлетом. Ой, извините, тяжестся на вас. Ну простите, пожалуйста. Привет, Тамбов. Привет. Вы часто встречаетесь с семьями из резидентов Камеди? Нет. Нет, не часто. В основном видимся на съемках. На мероприятиях каких-то. Вот. Близко дружим мы с семьей Андрея Верина. Я с его женой Викой Авериной, их сын, мой крестик. Вот. Делайте уколы красоты никогда. Я понимаю, что, наверное, большинство девушек, женщин говорит, что я ничего с собой не делаю. Я такая естественная вся. От некоторых это прям особенно смешно звучит. Но я правда ничего с собой не делала никогда. Хотите верьте, хотите нет. Вот. В общем, ничего не делала я. Наверное, буду. Наверное, это неизбежно. Вот. Но вообще, если честно, что-то бы я хотела переделать. Не скажу чего. Но хотела. Но уже не буду. Что? Уже все. Уже что? Уже? Уже есть фильтры, уже есть какие-то программы. Я за дверью. Мне страшно стало. Сейчас я на замочек закрою. Закрыто. У вас замечательные дети. У меня один ребенок. Дочка Настюша. Я скоро 6 лет. Самара смотрит. Привет, привет, привет. Господи, ты развелась? Нет. Слава Богу, нет кольца. Постоянно СМИ меня увлечают в том, что я не ношу кольцо и Гарик без кольца. Именно почему-то сейчас стали об этом заменять. Сейчас с новой акти... Короче, в общем, новая волна пошла разводить нас с Гариком в СМИ. Кольцо я не носила никогда. В самом начале, только когда я вышла замуж, я носила кольцо. Вышла замуж, я беременна. У нас сначала было обычное кольцо, потом оно мне стало мало. Мы купили кольцо. Классное, крутое, дорогое кольцо. У нас в театре перед прогоном спектакль Язычники. Я его оставила на столе. И мне его украли. Было это много лет назад. С тех пор я не ношу кольца. Ну, я не знаю, связанное это или не связанное. Лень было покупать новое. Вот. В общем, мы не носим кольца, это неудобно. Это действительно, перед каждым спектаклем снимать. На свинку надо снимать, надевать, потеряешь, не дай бог. Ну, как-то, в общем. Мы не носим кольца. Гарику неудобно, мне неудобно. Все же знают, что мы женаты. А кто не знает, ну, спросите. Ножка, будь здорова. Спасибо. Спасибо. Кристина, вспоминаю ваш пост, как с едой отношения. С переменным успехом. Я сейчас вот просто очень много. Хочу какой-нибудь фастфуд сейчас съесть. И просто поехать купить и съесть очень много. Может быть, так и сделаю. Ай, блин, простите. Ай. А скоро у нас промо-тексты, премьеры разные по городам, всякие интервьюшечки, программки, платья такие будут всякие у меня. Я не буду вообще есть. Буду пить кофе и есть петрушку. Иванова, привет. Про спектакль в Ярославле. Что про спектакль? Это кола, извините. Спектакль в Ярославле будет в феврале. Вроде. Простите. Семнадцатого, что ли. Здравствуйте, Кристина. Вы очень странная. Здравствуйте, Ленат Вунови. Прости, зачем я это прочла? Не знаю, что прочесть. Кристина, расскажите, как вы познакомились с мужем. Мы познакомились с Гариком в Твиттере. Он мне написал. А, нет. Я написала пост про футбол, про чемпионат мира. Они, по-моему, тогда с Грецией, что ли, играли в 2012 году. Я что-то написала, он что-то ответил, потом написал мне в личку. И пошло-поехало. Блин, ну, ответь. Чего ответить-то? Отвечаю. Передай привет Лизе Строгановой. Лиза, привет. Вы продолжаете общение с актерами из интернов? Да. К сожалению, не так часто, как хотелось бы, но да. С Ильей Глиниковой, Светой Пермяковой, Светой Камыниной мы играли. Вернувшись одно время, сейчас она не играет там. С Сашей Ильиным, вот, виделись на дне рождения Ивана Ивановича. С Иваном Ивановичем тоже. Ну, в общем, со всеми продолжаем какие-то отношения, не так часто, как хотелось бы. Но мы все равно семья, если можно так выразиться, в общем, надолго очень. В общем, это было то время незабываемое и в нашей жизни, и важное для нас всех. Поэтому, да, мы продолжаем общаться. Затянулся, да, прямой эфир? Ну, если скучно, говорите. Дань, выходи, выходи отсюда, иди, иди, иди. Лобанов был суперактер. Сашка Ильин и сейчас суперактер. Один из моих любимых актеров, он прекрасен. Татьяна, привет. Поздравь меня просто с ДР. С ДР, Ира. Так, в Дагестане была никогда. Не была в Дагестане. Донецк, привет. Ответь, отвечаю. Романовна, Романовна, Настенька. Привет. Повторите фамилию, кого читать рекомендовали. Митя, Дмитрий, Глуховский. Читайте этого автора, он прекрасен. Выходите из моего прямого эфира, подписывайтесь на Дмитрия Глуховского. Сейчас я вам покажу его страницу. И читайте все, что он написал. Он безумно талантливый. По его роману «Текст» мы сняли фильм, который выходит из кинотеатра. 24 октября. Так, сейчас я вам найду Глуховского. Я не знаю, видно что-то или нет. Вот он. Блин, там не перевернуто? Вот. По-моему, нет фокуса, да? Блин. Короче, у меня не получается. Глуховский. У него галочка стоит. С недавних пор. Подписывайтесь на него, читайте его. Он крут. Очень. И обязательно, кто собирается на текст, на фильм. А я уверена, что собирается все. Почитайте книгу, текст. Я читала раза три. Рыдала каждый раз. Круто, 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 круто. Есть проблемы с давлением? Нет. Нет. Никогда не было. Всегда очень хорошее давление. Так. Перевернуто. Блин, ну простите. Какой вы закончили университет? Щепкинское театральное училище, актерский факультет. А занимаешься ли в спортзале? Нет. Нет. Я занималась гимнастикой 10 лет. Хватило мне на всю жизнь. На самом деле надо. Я уже чувствую, что тонус в 31 не тот. Надо заниматься, но никак не дойду до этого. Простите, я отвлеклась. Губы накачала? А что, реально создаете такое впечатление? Ребят, нет. Ничего не сделала с губами. Я думаю, что если я сейчас их сотру салфеточкой, если найду чистую в этой грибарке, то вы увидите, что у меня будет такие ющенькие губы. Нет, я их не качала. Я их подкрашиваю карандашиком. Потому что мне кажется, мои губы тонкие. Все. Поэтому нет. Не качала? Накачать? Все, выхожу пока. У Клюева училась? Да. Я училась у Бориса Клюева. Важно ли, что актер окончил? Если он окончил юридически. Ну, то есть, важно, да. Важно ему лучше бы актера закончить профильный все-таки в УЗ. Слушайте, а вообще, в каком городе он закончил? Нет, абсолютно не важно. Важно школу получить. Я из тех скучных людей, которые за то, чтобы актер обязательно получал образование, я не очень жалую актеров без образования. Я считаю, что у них в какой-то момент наступит потолок, и сложно очень будет. Вот. У меня еще осталась школа. Так. Вы себя сами озвучиваете? Да. Да, да. В договорах у актеров всегда есть пункт, что если актер не может сам озвучить по болезням, по графикам, то его могут переозвучить. Но вообще, да, да. Всегда актеры сами себя озвучивают. Ну, если не специально с голосом сделать, вот, ну, нет, у меня такой практики не было. Я всегда себя сама озвучивала. Даже когда снималась на английском языке в оракуле, я себя озвучивала на русском. Вот на английском я себя не перезвучивала, наверное. Если будет там зарубежный прокат какой-то, то он нас переозвучит, естественно. Езжайте к дочке уже. Да, сейчас поеду. Да, да, да. Саша Бортич, Саша Бортич прекрасна. Отличная актриса, суперчеловек, сумасшедшая, дохренная. Я обожаю ее. Ай-ай-ай-ай-ай. Как вы относитесь к курению алкоголю? Не курю. Побухивайте? Да вроде не особо. Да как? Да, слушайте, как кому комфортно? Кто так живет? Все хорошо в меру. Вообще все. Ну вообще, если да или нет, то я, конечно, против. Ну блин, я тебе миллион сообщений написала. Елена Варшаева. Если я правильно пришла, извините. Ой, любимый актер, певец, певица. Я вот не очень люблю эти вопросы. Любимый актер, любимая книга, любимый фильм. Я вот не могу однозначно все время на эти вопросы ответить. У меня много любимых фильмов, много любимых актеров, много любимых певицев, певиц. Привет, Кристина, привет. Когда в отпуск? Я только месяц отдыхала. У меня поменялись там планы с кино, сорвалось кино. У меня, в общем, была такая история неприятная. Ну только бывает, что сделаешь. Короче, у меня было два фильма, исторический и неисторический, современная история. И на эти же, то есть у меня утвердили, все, мы там уже договор подписывали, сводили графики. И на эти же истории у меня возникает еще один хоррор. В смысле, еще один фильм хоррор и еще одна комедия. Я этим двум отказываю, потому что у меня было два фильма уже. Уже историческая, значит, драма и современная история. Драмеди. И на Мальдивах, когда я была, мне не могли соединить по графикам два этих проекта. И я отказалась от исторического, где у меня, на мой взгляд, была там хуже роль. Ну, менее мне интересно. Я приехала, и у меня, значит, сорвается четвертый мой проект. То есть у меня было четыре в одно время, на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. А потом ни одного. У меня будут скоро съемки, но там мало дней в октябре в этом месяце будут у дебютанта. Очень хороший сценарий проект, называется «Китобой». И будут съемки еще в коротком метре в ноябре. Ну, еще весной будет. Ну, то есть планов много, но, я же говорю, пока свое имя в кинотеатре не увидишь, рассчитывать ни на что особо не надо. Как попасть в кино? Ой, да сходите в кино, купите билет. Забыли. Забыли. Слушайте, я все время на это отвечаю, что сняться в кино можно. Можно сняться в кино, договорившись, заплатив, пройдя какой-то кастинг. Ну, вот актером стать. Тут, конечно, уже закрепиться вообще в этой профессии, сниматься потом перманентно сложно. Не знаю. Я за то, чтобы каждый занимался своим делом. Вот. Поэтому на актер нужно учиться. И потом уже заниматься в кино. Почему Лобанов не бреется, не знаю. Не знаю. У вас такая милая дочь, спасибо. Спасибо. Слушайте, у меня тут такая история произошла несколько дней назад. У меня дофига фотографий, видео, в телефоне. И в какой-то момент несколько тысяч фотографий моих и дочки удалились. Как потом оказалось, у меня... Я не знала, что у меня как-то на Иклаву переклачиваются фотки. Я не знала вообще, что он подключен. Как-то я все это не люблю, в этом не разбираюсь. Оказалось, подключен. Места там недостаточно. И айфон или система там, не знаю. Сама удалила фото и видео. Мне несколько тысяч фотографий полетело. Дочкиных, моих, все, которые мы снимали на Мальдивах, в Турции. В общем, очень много всего важного, классного. Было жалко, но... Что сделаешь? Пусть это будет самая большая проблема в моей жизни. Вот такие дела. С Гариком не разводятся. Дурак нет. Ты за рулем, на чем ездишь? У меня есть машина. Нет, я не за рулем. Я умею водить. Правда, давно уже не практиковала. Прав нет. Не хочу. Не хочу за рулем вообще. Мне удобно сидеть на заднем сидении и заниматься своими делами. Спать, в телефоне, что-то учить, с кем-то разговаривать. В общем, нет. И еще я такая экспрессивная, что мне за руль нельзя. Вот. Нет, за рулем мы не езжем. Ну что, мы же разойдемся уже. Нет? Давайте финальные какие-то вопросы. И все, поеду домой. Сижу я. Не очень удобно сейчас. Купил 11-й айфон. Заработал. Муж мне подарил его. Есть у меня, да, 11-й. В коробке. А где коробка? Где-то коробка. Беленький у меня. Да. Прошечный. Да. Прошечный. Продолжение следует...